И всем привет, ребят, с вами Старбанка, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень интересное устройство, которое в последнее время стало полностью неактуальным в нашем матчмейкинге, но которое когда-то выдавало нереально жесткий контент и было чуть ли одним из самых лучших, может быть даже самым лучшим устройством в какой-то период времени. Сегодня мы вместе с вами поиграем на пушке Страйкер с устройством Урановые снаряды. Да-да, именно это устройство когда-то показывало супер жесткие результаты в рамках Джиггернаута, и не только, и тоже его можно было очень круто реализовывать с корпусом Викинг, но на сегодняшний день есть большое количество крутых устройств помимо него, но мы посмотрим в какой мете, в каком балансе на сегодняшний день находится этот устройство. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоина, для этого настройка игры в аккаунте установите ему личный тактек темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что касаемо корпуса, то сегодня под этот страйкер с ураном попробуем реализовать, ну наверное один из лучших корпусов за последнее время в рамках матчмейкинга. Это корпус Crusader по как раз таки скинам у меня здесь есть, а ну вот есть текстичный страйкер, давайте его возьмем под как раз таки импульс он довольно неплохо смотрится. Ну и отправимся в, давайте быстрый бой, давайте даже выдумывать здесь не будем, чтобы нам пикнет матчмейкинг, то есть играем. По сути на любой средней и маленькой карте уран должен работать очень жестко, под него мы берем еще сегодня кризиса, чтобы у нас в тычке вылетал урон там 2700, если я не ошибаюсь, по безрезисту. Ну в любом случае сейчас посмотрим сколько там будет лететь, да, ну и пробовать будем также еще дополнительно если что сводится. С страйкером 0 резистов я запикиваюсь на перекресток, идеальная карта для реализации как раз таки такого устройства. Ну и что касаемо урана, то с последним обновлением, ой-ой-ой-ой, сразу минус падает, с последним обновлением, когда у нас скорость снаряда страйкера увеличили, уран стал более мобильным, да, то есть если раньше прям полет ракеты был крайне-крайне медленный, то сейчас все-таки он уже значительно быстрее и им уже можно, ну более-менее хорошо управлять, да, я бы сказал бы так. Только у нас вот проблема, что тиммейты все ливают, и не знаю как мы сейчас будем камбэкать, но попробуем, попробуем что-то сделать, овердрайв падает на центре, попробуем сейчас ворвать, 3.5 по титанчику, идеально залетает еще в полете по 600, даем по еще одному бойцу. По сути вообще когда-то я на этом уране мог давать нереально крутые результаты, и попадал каждый выстрел даже через там пол карты условно, и работало все максимально эффективно. Сейчас все-таки я уже от этого устройства отвык, и для того, чтобы четко идеально попадать по противнику, конечно, нужно уже, ну чуть наверное приноровиться, да. Не скажу конечно, что это супер сложно, но определенно тебе нужно понимать, как будет лететь твоя ракета. Да, то есть чтобы твой выстрел летел не в молоко, а летел четко в противника, но вот под безрезистом, конечно, урончик очень хороший, 3.5 просто тысячи в голову залетает, наш тиммейт играет уже под доставку, ну а мы, хотел сказать, пытаемся увозить еще один, но к сожалению здесь не увозим. Единственное, что у урана грустно и печально, это то, что нету еще дополнительных критов, если бы у этого устройства дополнительно еще были бы криты, как в старые добрые времена, да, то было бы вообще великолепно. Да, хотя если честно, я сейчас вот сказал о том, что были криты у урана, и вот честно говоря не помню, были ли они вообще на самом деле в самом начале или не было, или их изначально сразу уже не было на этой пушке. Если кто знает, кто олд, то эксперт по урану, можете кстати написать. Мне вот почему-то кажется, что в начале, когда только-только уран появлялся, эти самые заветные криты у этого устройства были. Так, у вас пикобомбочка срабатывает, так, ну и противник врывает под доставку, не понял почему, упачки, у меня нет ранее сработало, попробуем нанести урон, уже резисты здесь пошли, так, наш тиммейт неплохо врывает, ну и увозить, к сожалению, у него здесь не получается. Противник опять пытаются увозить, три резиста, к слову, уже взяли противники от нас, так, ну и здесь у меня нет сосули. А почему мне показалось, что у меня есть овердрайв? На самом деле у меня оверки нету, так, здесь у нас противничек врывает, понял, неплохо врывает противничек. Так, есть ли у него, а у него нет аптечки, идеально, залетаем под пробитие, возвращаем, даже такой был довольно плохой выстрел, но, вернее не выстрел, а прожать овердрайва, но все равно сработало и флаг мы здесь возвращаем. Но катка обещает быть супер потной, поэтому нужно постараться как раз таки не отдавать легкие флаги, и тогда, возможно, у нас шансы какие-то здесь еще появятся. Но противник уже еще одну доставку оформляет. Викинга молот с имеющимся овердрайвом, кстати, Вика молот играет на дуплете, который я тоже относительно недавно тестировал, который себя показал очень и очень хорошо. Так, ну, у нас пока что 2-1, титан здесь уже куполы, ух ты, а вот сплэш урон тоже великолепный у урана, просто великолепный. На таком сплэш урончике тоже можно очень некисло давать. Ну, самый жесткий, наверное, уран был тогда, когда в джиггернауте на нем можно было прям нереально жестко разваливать. Ты просто упоролся в джаггер и давал ему фулс водку, и с фулс водки ты его просто ваншотал, да, если у него не было резиста, то джиггернаут просто улетал сразу в молоко. Сейчас уже таким ураном никого не удивишь, к сожалению, да, такого урона он уже не наносит. Ну и вообще в реализации по ощущениям как будто суперсложно его реализовать. Новые скоростя совсем в игре, да, то есть если раньше скоростя были, ну, довольно неплохие для вот реализации таких устройств, да, то есть все проходило более-менее медленно в игре, то сейчас с ховертанками, с новым балансом, да, скорости в игре стали значительно-значительно больше, и, соответственно, уже ураном ты так хорошо не поиграешь. Ну и плюс еще нужно понимать, что сейчас дроны, которые, ну, по типу, там, Кризиса, Ловкача, они более метовые, да, вот, например, в CTF, и когда противник летит на скорости, то тебе уже сразу же попасть тоже по оппоненту намного-намного тяжелее. Так, 4-1, мы уже улетаем по-жёсткому в рамках этого боя, хоть и я стараюсь здесь сделать киллы, 14 киллов у меня уже имеется, по-хорошему было бы еще неплохо пост... Ага, понял, как это сквозь степа пролетело сосуля. Постараться потянуть хотя бы какой-нибудь флажочек, ну, пока что по флажочкам здесь все грустненько, еще и овердрайв у нас забирает здесь противник, но, благо, его хотя бы мы здесь сливать успеваем. Бомбочка еще залетает, васпик прожимается, ну и даже снимает, просто падает минус. Так, 2-700 стычки. Урон хороший, честно, урон хороший, но как только появляются резисты в таком большом количестве, а вы должны понимать, что у вас нет критического выстрела, соответственно, если у вас хоть с критом был бы какой-то шанс, да, на то, что вам удастся выдать максималку тут по противнику, то с ураном без крита у вас, ну вот по сути, вот как вы бьете по резу, значит вы бьете по резу. У вас уже других вариантов здесь просто не остается, и это, конечно, огромный минус. Я бы сказал, что в нынешнем балансе у урану можно было бы добавить критов, и тогда бы это устройство было бы, ну, как минимум, как минимум, как минимум более актуальным. Ну и вот, что касаемо сплэша, то по сплэшу тоже по ощущениям, как будто он маленький. Раньше, как будто сплэш у этого устройства был больше. Ну и по итогу мы проигрываем катку досрочно. Наверное, еще один боечек мы играть не будем. В целом, заработал я не сказать, что много очков и киллов, но в целом нужно было, как минимум, вспомнить про это легендарное устройство, и, быть может, заставить Ореха задуматься о том, что над этим устройством на сегодняшний день надо поработать. Когда-то оно было суперэмбовым, на сегодняшний день все-таки это устройство в рамках нашего матчмейкинга крайне-крайне слабое, да, и, как вы видите, резистами оно контрится очень и очень жестко. Пишите, что вы думаете по поводу урана. Хотели бы вы, чтобы это устройство вернулось в супермету, как это было раньше, либо же это уже, как говорится, супер олдскульная школа, школа, говорю, супер олдскульная темка, и она полностью не актуальна в рамках нашего матчмейкинга. Обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.